Вчера в «Правде» и «Советская Россия», а также на нашем сайте, подробно освещена наша позиция по данному бюджету. Проведен профессиональный анализ лучшими специалистами-экономистами. Сегодня советую ознакомиться, ибо тот бюджет, который правительство внесло в Думу, это бюджет обнищания и дальнейшего разрушения страны. Еще при открытии сессии я, выступая, предложил программу от имени нашей партии и фракции, программу вывода страны из кризиса и формирования качественного принципиального бюджета. Если бы из наших предложений взяли хотя бы 2-3 из них, то бюджет мог бы быть не 16 триллионов, как сегодня, а минимум 22, а то и 25 триллионов, что позволило бы реализовать бюджет развития и решить многие проблемы. Будь то поддержка промышленности, уже наступает четвертая промышленная революция, или оказание помощи тем, кому нужна она в первую очередь, а это дети войны, пенсионеры, студенты, ветераны, многодетные семьи, сироты, инвалиды и так далее. К сожалению, Единая Россия и другие фракции уклонились от серьезного обсуждения наших предложений. Бюджет сформирован по колониальной схеме. Продаем сырье, звенчиваем цены и, если чего не хватает, начинаем обирать население. Причем обирают всех, и детей, и стариков, всех подряд, не считаясь ни с кем и ни с чем, даже не проинвенсировали материнский капитал. Мы категорически против этого курса, что не скрывали, не скрываем. Мы считаем, что правительство не справлялось и не справляется с кризисом, а тот бюджет, который оно внесло, гарантирует стране углубление кризиса как минимум на ближайшие три года. С этой политикой категорически нельзя согласиться. Мы считаем, что бюджет должен быть отвергнут. В лучшем случае, в соответствии с статьей 204 бюджетного кондекса, отправить его на доработку. Но я лично не верю в возможности этого правительства, где экономическим блоком руководит господин Шувалов, который умеет только распродавать, господин Улюкаев, кто занимается откровенной дурилкой, и все их помощники, которые никак не могут договориться о кредитной ставке. Наша точка зрения аж обоснована в десяти принципиальных позициях. Сегодня я буду выступать с этими предложениями. Первое, почему категорически нельзя принимать этот бюджет, он углубляет и без того расколотые общества. Единая Россия много говорит о патриотизме и единстве. Какое может быть единство в обществе, где 10% богатеев захватили почти 90% национального богатства. Такого положения нет ни в одной стране Африки, Латинской Америки. Даже в самой богатейшей стране мира Америки, и то этот показатель на 11% ниже. Мы считаем углубление раскола неизбежно приведет от финансо-экономического кризиса к кризису политическому, что недопустимо. Этот бюджет не учитывает и новые геополитические реальности. О них очень обстоятельно говорил президент Путин на юбилейной сессии ООН. Он заявлял о том, что нашу страну пытаются взять клещи. Готово трансатлантическое и транстихиканское соглашения. Одно соглашение выдавливает нас из Европы, а второе мешает нам активно развиваться в Азии. А если нас выдавят из Европы с Европейским Союзом, у нас товарооборот в прошлом году был 450 миллиардов долларов. С Америкой меньше 30 миллиардов долларов. Тогда у нас бюджет разваливается окончательно и ни одна статья даже этого паршивого бюджета не может быть выполнена. Значит, надо принимать другие решения, но в этом бюджете нет их ни одного. Второе, это бюджет олигархически криминального государства, а не социального, как записано в Конституции. Следовательно, он антиконституционный. Возьмите любое положение, и в этом году продадут вашего сырья примерно 20 триллионов рублей. Но в бюджете оказалось опять около 8. Что это означает? Это означает 12 триллионов остальных народных денег. Делят между собой олигархи российские и их иностранные покровители. Идет откровенный грабеж, причем грабеж такой, что не хотят даже платить по прогрессивной шкале налогов. А мы это не раз вносили. Те самые богатые, если бы они согласились, у нас бюджет можно было бы пополнить минимум на 4 триллиона еще рублей. Этот бюджет перечеркивает полностью модернизацию импортозамещения, потому что в нем не поддержаны даже ключевые отрасли, без которых нет безопасности. Это прежде всего электроника и радиотехника. Ее ассигнование снижается почти на 10%. Кое-что наметилось в авиации, и ее обрезают. Если обрезать чисто социальные программы, то никому нет денег. Ни матерям по детскому капиталу он не индексируется, ни 200 тысячам сирот, которые брошены на произвол судьбы. Нет денег ни на детский отдых, ни на что остальное. Все спихивают на регион. Этот бюджет абсолютно антирегионален. Он будет плодить только сепаратизм. На регионы сбросили все полномочия. Всего осталось 9 регионов доноров. А в целом закредитованность регионов, они сидят в долгах, как шелках. Общие долги регионов уже составляют 2,2 триллиона рублей. Еще они увеличиваются почти на 400 миллиардов. Скажите, каким образом будут выходить из кризиса регионы, когда у них нет денег ни на что? Если посмотреть в масштабе страны региональную политику, то оказалось денег нет и на Дальний Восток. Программу утвердили, все поездили. Мост построили, саммит провели. И урезали на 37%. Не случайно два комитета, комитет по науке и высоким технологиям и комитет по региональной политике, вот и Сибирь и Дальний Восток, отказались принимать этот бюджет, чего в принципе давно не было. Мы считаем, что этот бюджет засовывает целом страну и дальше в долговую яму. Только проценты по долгам составят 645 миллиардов. Проценты по долгам – это больше, чем любая из статей, будь то здравоохранение, образование или ЖКХ. Ну и самое потрясающее, я открыл, посмотрел, как расходуется каждые 100 рублей бюджета. На здравоохранение, на образование 3 рубля 60 копеек, на здравоохранение 3 рубля. Ну вообще более такой подлой политики трудно себе представить. И все говорят, что они стремятся в новую цивилизацию, что они выходят из кризиса, что они выполняют указы президента. Такой бюджет перечеркивает все майские указы президента. А это вообще принципиальный подрыв к доверию власти. Мы считаем, что эта команда правительства абсолютно не справляется с вызовами кризиса и притащила бюджет, который только углубляет все проблемы и не решает ни одного поручения избирателей, независимо от партийной принадлежности, ни одного решает проблемы региональной политики и усугубляет и без того наше сложное положение. Международную политику сильную, авторитетную, патриотичную можно вести при условии, если у вас сильная экономика, если у вас единое общество, если у вас хорошо развита наука, образование и здравоохранение. А когда ни под одну из этих статей в бюджете ничего нет, это может выразиться просто благие обещания и пожелания. Но на фоне того, что нас обложили санкциями и продолжают нас давить, такого рода бюджет, по сути дела, подрывает обороноспособность нашей страны. Мы полагаем, что можно исправить положение только при наличии более профессиональной и эффективной команды. И последнее. Медведев говорит, бюджет сбалансирован. Открываю, что говорит господин Улькаев на встрече с своими единомышленниками на Гайдаровском форуме. Они отвечали, по-моему, 25 лет института. А он говорит, не сбалансирован. Ну, Улькаев-то знает, что говорит. Он сидел у истоков формирования этого бюджета. Значит, врут. Врут. А если врут те, кто отвечает за этот бюджет, на это надо наказывать. Хочу поблагодарить счетную палату. Внимательно прочитал их заключение. Оно честное, обоснованное. Оно прямо заявляет главную причину. 60% ведомств, которые формируют доходную часть бюджета, не имеют методики ее разработки. Все с потолка взято. От господина Улькаева и ниже остальными. Поэтому бюджет еще не только бессовестный, но и абсолютно лживый. Принимать его нельзя. Спасибо.